Идем с Максимкой по улице. Прохожий выгуливает большую собаку. Собака бегает по кустам без поводка. Хозяин стоит поводком в сторонке. Макс, какой хороший пес, надо его погладить. Максимка, ты что, собак нельзя на улице гладить, вдруг она тебя укусит? Так она же увидит, что я ее гладить буду, а не обижать, и обрадуется. Так собака же тебя не знает и может решить, что ты хочешь ее обидеть. Да? Не знает? Ну и торжественно к собаке. Привет, собака, я Максимка Денисович, мне три года. Не смеялась только собака. Говорю Максимке, поиграй с котенком. Берет две клюшки, одну себе, другую Кузи. Это наш кот. И ждет игры. Гуляем с Максимкой под дождем. Вернее, он в коляске сидит полностью под сантом, хоть и детским, но глубоким. А я через каждые 10 метров останавливаю коляску, достаю фотоаппарат и фотографирую цветочки. И при каждой остановке он просится из коляски вылезти. А я не даю, так как дождь, и мы едем дальше. У клумбы с васильками, вокруг которых летала пчела и опыляла их, я задержалась. Макс из коляски и взывал ко мне, и ныл. А я так увлеклась, что даже не слышала его уже. Вдруг как свисток засвистит, чище милицейского. У клумбы ни меня, ни пчелы не осталось. Макс вспомнил, что на детском зонтике болтается свисток, как украшение. А я про него забыла совсем. Я к нему подлетаю, а он таким ангельским голосочком. Мамочка, ну вынь меня отсюда. Макс подходит ко мне. Счастье мое, дай конфетку, пожалуйста. За обеденным столом. Максик. Мам, ты кушаешь? Да. Вкусно? Очень. Хлопает меня ласково по плечу. Ну кушай, кушай, мой дорогой. А ведь я всегда его так лажу по плечику и так приговариваю, когда он кушать садится. И вот он скопировал меня. Максимка на кухне вертится с бабушкой. Я сижу в комнате и наслаждаюсь тишиной и одиночеством. Вдруг прибегает ко мне очень сосредоточенный Макс и взволнованно кричит. Мама, где телефон? Я звоню в больницу, бабушку лечить надо везти. Максим, а почему? Что бабушка делает? Бабушка чеснок кушает, сейчас у нее живот будет болеть, а я буду звонить в больницу. Ее надо лечить срочно. Максим, не надо ее лечить. Но Максимка не раз просил чеснока, когда видел, что взрослые его едят. А в ответ получал, чеснок тебе нельзя, животик заболит. Хватает телефон свой игрушечный и звонит. Серьезный такой, по кнопкам номера набирает. Алло, надо положить бабу в больницу. Пока, врач. Я сижу от смеха давлюсь, а лицо серьезное. Мама, сейчас врач приедет, собирай бабу. Вчера Максимка спать ложился вечером. Все чего-то делал, пыхтел, дергал, в ящик свой сбегал, достал что-то, потом затих, повертелся и уснул. Я подошла его закутать, а там... Мы самого Максимку приучаем спать в трусиках, потому что с детства любит с голой попкой засыпать, а уже ему три года. В общем, уже знает, что на ночь обязательно надо одеть трусики, а одежду снять и положить аккуратно. Так он спать по такому же принципу уложил игрушечного мужчину, как бы жениха Барби. Раздел и надел на него трусы. Но он так как на дяде под брюками трусов не оказалось своих, Максимка ему свои натянул. «Собираемся гулять. Я. Максим, надо сходить пописать на дорожку. Проходит время. Ну ты чего в туалет-то не пошел? Мама, ну ты же обещала, что я на улице буду писать на дорожку. Мама, а что такое бал? Ну это когда люди в красивых нарядах собираются вместе в большом зале, танцуют под красивую музыку. А почему ты спрашиваешь? Ну мне в садике поставили пять баллов. Я с утра в девять часов поехала к нотариусу, чтобы мне напечатали один документ. Была в очереди второй. В кабинет попала в десять тридцать. Мне сказали, погуляйте минут сорок, сейчас напечатаем. Ввиду того, что гулять особо негде было, а в коридорчике, я решила в коридорчике подождать. Сорок минут, час, два, три. И каждый раз, когда выбегала секретарь или сама нотариус, мне говорили. Все в процессе. Шли знакомые, шли блатники, все без очереди, а я сидела. Домашние меня потеряли и регулярно звонили. Я каждый раз говорила, что мне печатают эту бумажку. Звонит ближе к двум часам Максимка. Мама, это, наверное, такая большая бумажка, что ты ее просто не донесешь домой. Но я донесла. Она оказалась маленькая, стандартная, но домой я приползла в три часа уже. Приятно быть первой в очередях. Максимка у меня удивительный. Он не любит не только жару, но даже и тепло. Когда дают отопление, я в пляс, а он расстраивается. Очень любит холод, просто обожает. Зиму ждет. Готовь в плохую погоду гулять часами. Сегодня увидел за окном мелкий колючий снег с дождем вместе. Бррр. А он с такой радостью его встретил. Чуть ли не стекло целовал. Спит он всегда раскутанно и ходит в дома в трусиках. Заставляю носки одевать, но при первой же возможности он их снимает. Вчера снег начал падать большими хлопьями. Максимка меня от машины, от машинки смог оторвать. Мамочка, я его так ждал. Посмотри в окно, какой он красивый. Белый и холодный. Пойдем быстрее на улицу. Пошли. Кузя с нами. Это наш кот. Из подъезда Кузю пришлось выталкивать. Он, как снег увидел, прямо в ступор впал. А счастью, Максимке не было предела. Столько он его съел, пока я отворачивалась. История умалчивает. Но на этом куске снега я его застукала. Я его фоткаю, а Макс его в рот и проглотил. Вау, говорит, холодненький. Читаю Максимке книжку. Он захотел в туалет. И говорит, мам, встань на паузу. Я быстро сбегаю. Мама, где вы меня взяли? Тебя врач мама из животика достал. Смешно, ты пошутила. Смеется Максимка. Я не шучу, правда, из животика. Как это? Уже серьезно. Я там не помещусь же. А ты был маленьким. Но как достали-то? Ну, маме животик разрезали, тебя достали, а потом зашили. Ты, наверное, плакала. Тебе же было больно. Мне было больно, но я радовалась, что у нас с папой теперь есть ты. Мы же тебя любим. Покажи, где разрезали. Показала. Часть шва, а он у меня вертикальный, прямо от пупка. Посмотрел, задумался. Через 15 минут смотрю, глаза на мокром месте. Слезы сдерживает. И все на мой живот смотрит. Максимка, ты чего? Ну, тебе же было больно. Ты могла сломаться, умереть. Я жил бы без мамы и плакал. А я не хочу жить без мамы. Я заверила Максимку, что мне совсем не больно сейчас. Все равно зажило, животик просто остался с небольшим рубцом. Весь вечер Макс прижимался ко мне, гладил по голове, целовал и даже спрашивал, что мне больше нравится на нем из одежды. И одел то, что я сказала, чтобы я радовалась. Я сейчас чувствую себя очень растерянной, ведь сегодня у Максимки был очередной этап взросления. Он впервые задумался о жизни, смерти и ценности близких людей. Я думала, что такого рода разговоры с детьми бывают в более позднем возрасте. А Максимке недавно 4 года исполнилось. Максимка. Мам, купи мне эту игрушку. Максим, помнишь, ты мне пообещал ничего не просить в магазине? Помню. Мам, иди-ка сюда, посмотри на этот прилавок. Что ты хочешь себе купить? И пальчиком тычет выбранную игрушку. Из этой же серии. Мам, включи мультик. Ну, мам, ну включи. Будешь найти клянчить? Точно не включу. Мам, а что бы ты сейчас хотела включить? Что-то ты хочешь посмотреть веселенькое? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok